Бойер! Канонада выстрелов заполняет тир. Огонь ведут сразу из трех видов оружия. Автомат Калашникова, пулемет и снайперская винтовка. При этом через перекрестие прицела на мишени смотрят исключительно девушки. Работа эта очень тонкая. Стреляли дважды. В первый раз, призналась Марина Свободина, по марке были. Но после собралась и опустошила магазин на твердую пятерку. Марина Свободина на военных сборах зима в спецназе уже второй раз. Как и все здесь, она студентка военной кафедры Московского института. Первый опыт участия в сборах ей понравился, вот и вызвалась продолжить. Не ошиблась. Малость о новых навыках, особенно работая с техникой, оружием, но каких не было. В прошлый раз все на высшем уровне, особенно поработали, так сказать, на профессиональных площадках, на профессиональной территории. Поучились из первых уст навыкам. Настоящее оружие, боевые патроны – эти сборы зимы в спецназе участники запомнят надолго. Кроме стрелковой подготовки, ребята обучали еще и рукопашному бою. Свои навыки студенты демонстрировали на отчетном занятии. Стрельба – отлично, рукопашный бой тоже, однако это еще не все. Главное испытание еще впереди. Через считанные минуты по этой самой дороге пройдет колонна вражеской бронетехники. Это один из этапов обучения. Здесь студентам предстоит показать, чему они на самом деле научились за эти две недели и проявить эти навыки в постановочном бою. За развитием событий внимательно наблюдает инструктор. Его лицо скрыто балаклавой, фамилия неизвестна. В общем, именно так сегодня выглядят профи. До этого обучал только десантников, но в работе со студентами суровый наставник нашел много положительного. Результаты их меня более чем удовлетворили. Очень качественно получилось организовать взаимодействие между нашими студентами. Очень много постарался в них вложить. И в надежде, что летом или когда у них будет очередной проект, они приедут. Мы доработаем это до идеала и студенты покажут еще более лучший результат. Все занятия у студентов проходят на базе Рязанского училища ВДВ. Техника тоже местная, поэтому занятия куда нагляднее и зрелищнее. Ориентирование на местности, ведение разведки, оказание первой помощи и многое другое. Всему этому ребят обучают преподаватели РВВ ДКУ. Чтобы ребят из военных кафедр видели армию не только в кино, но прочувствовали ее на себе. А некоторые, как и новоиспеченный снайпер Марина Свободина, вернулись сюда снова. Или посвятили свою жизнь армейскому делу. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.